Сегодняшняя наша тема — роль ислама в светском Кыргызстане. Вообще само название даже оказалось сложным делом, потому что все, что связано с религией, оказывается настолько чувствительно, тонко, что по неволе приходится думать об этих формулировках, о каких-то даже, если даже на то пошло, о каких-то скрытых подтекстах. Но я думаю, нам удалось как-то гармонично обозначить, потому что все-таки по Конституции мы действительно являемся светским государством, у нас большая часть населения привержена именно этим светским устоям. Этот год был объявлен годом нравственности, воспитания и культуры. Вот особенно на Кыргызском, конечно, очень звучит, очень говорящий, потому что мы все знаем, да, эйман, это как бы несет в себе тоже один из его основных смыслов — это вера. На самом деле тема, которая сегодня поднимается, она является актуальным и для нашего времени, и для нашего государства. Мы видим, что повышение интереса к религии, он активно начался после получения независимости, это связано, конечно, и с нашим прошлым, 70 лет советского режима. С другой стороны, мы говорим о том, что на сегодняшний день уже сложилась такая обстановка, надо это отметить, что есть, присутствуют у нас и различные более такие крайние взгляды, которые отражают взгляды, и, может быть, пришедшие изне со стороны радикальных течений, но также присутствуют в нашей стране с периода Советского Союза, когда мы привыкли жить в фатистическом государстве, и любая, может быть, любая религиозная деятельность, она воспринимается некоторыми слоями населения не очень позитивно. Конечно, здесь есть и, может быть, где-то ошибки и неправильные действия со стороны представителей некоторых религиозных течений. И поэтому на сегодняшний день надо отметить, что ислам в Советском государстве, он может динамично развиваться, существовать, вносить свой вклад в развитие и общества, и страны. И это мы пытаемся подчеркнуть. Но хотелось бы также, чтобы на сегодняшний день и наши граждане четко понимали, что нужно развивать именно толерантное отношение ко всем религиозным течениям. И религиозные течения должны знать, что они живут в Советском государстве, и должны воспринимать любые другие, может быть, религиозные взгляды адекватно. И также должны четко понимать, что есть действующие законодательства, которые на сегодняшний день у нас имеют особое значение. И мы должны жить по законодательству и по законам нашей страны, и всегда смотреть очень внимательно, когда проводятся религиозные деятельности, чтобы это не противостояло друг другу, чтобы наше общество могло развиваться в различных направлениях, и в религиозном, и в культурном, и, может быть, в духовном. И в то же время жило в достаточно комфортных условиях Советского государства. В данной концепции, конечно, специалисты постарались все-таки вложить механизмы именно сосуществования светской религиозной системы в целом. Но я хочу отойти немного от темы, как бы выйти-то немного дальше, и сказать, что действительно, сегодня все, наверное, мусульманские, то есть страны со светской системой правления, но с большинством мусульманского населения, имеют очень большой дискурс, это дискурс будущего, о соотношении и сосуществовании светской модели и религиозной в одном национальном государстве. Это, мне кажется, будет завтра. На сегодняшний день, если так вот посмотреть на мир открытыми глазами, то мы видим, что действительно во всех мусульманских странах, в большинстве, которые называются светскими, демократичными, демократическими, на самом деле установились авторитарные режимы или семейно-кланное правление. Естественно, данная ситуация, она, можно сказать, как замкнутый круг, создает не просто дискурс, а создает взрывоопасность, социальную взрывоопасность внутри общества. Потому что мы видим, что на сегодня, это уже политический вопрос, на сегодняшний день во многих этих странах, в устоявшихся уже авторитарных правлениях, где власть переходит от отца сыну или клановое правление, но все они называются демократическими, есть конституция везде, но она всегда обходится. В этом плане мы видим, что есть социальная и политическая несправедливость, которая рано или поздно приведет к определенной проблеме. Какая это будет проблема и какой характер она будет носить? Естественно, антисистемно, антиконституционно, допустим, или другое. То есть это как протестная реакция населения или молодежи, я сказал бы. Потому что на сегодняшний день все те проблемы, которые мы имеем, мы говорим о том, что государство постепенно в этих условиях превращается в коррупционную схему. То есть государство как коррупционный механизм. То есть в Кыргызстане об этом открыто мы говорим и открыто уже боремся с этим. То есть мы признаем, что у нас есть такая проблема, и это признание было на высшем уровне страны, первых лиц государства. То есть мы умеем говорить о проблемах, что они есть. Насколько мы решаем, конечно, это другой вопрос. Вот я хотел бы обратить внимание на вопросы платков-хиджабов. Да, светская государство, но какая модель светскости? То есть у нас получается светское противоречие демократии. Каждый имеет право одеваться, как он хочет. Другое дело, что есть общественное, например, порицание той одежды, чтобы она была чистая, чтобы она сильно не противоречила, допустим, традиции и так далее. Но заставить или не пускать в школу из-за хиджаба, это уже нарушение конституционных прав верующих, конституционных прав. Здесь надо быть очень осторожными. Потому что любая неправильная трактовка, выступление, оскорбление, развешивание баннеров, это все ведет к расколу гражданского общества и противопоставлению части мусульман государству. Поэтому здесь мы ищем этот консенсус, и это в большей степени должно идти по линии просвещения, конечно, двух сторон. Потому что это движение не одностороннего характера, оно двухстороннее должно быть. И вы знаете, у мусульман есть обязанность, кураническая обязанность, «Амр биль мааруф у анагиля аниль мункар», да? То есть призыв к одобряемому и порицание запрещаемого, да? Что и было, вот помните, инцидент с Бачатой, да? Вот, знаменитый. То есть вот здесь вот надо понимать, что каждый гражданин также должен останавливать, призывать к закону и так далее. То есть здесь, если правильно использовать данный призыв в рамках закона, то это только поднимет гражданская самосознательность. И мы видим по последним событиям трагическим, что у нас общество, оно самоорганизуется, организовывается, да? То есть там не было участия, допустим, власти или органов власти. Общество само мобилизировалось, вот с трагическими событиями, с падением Боинга турецкого. Мы видели, что у нас общество действительно здоровое общество. Оно, несмотря на национальность, на религиозную принадлежность, на другие измы, оно сплотилось, оно помогало, да? Были, конечно, и мародеры, были там и хамы, там и так далее. Но в целом говорит о том, что общество у нас все-таки растет гражданскому самосознанию, особенно у молодежи, сегодняшней молодежи. Это очень радует, да, сегодня. То есть вот новая молодежь, мне кажется, здесь необходимо работать, да, с новыми поколениями. Все вот эти негативные моменты, происходящие в нашем обществе сейчас, я считаю, главный бич – это невежество. Невежество с двух сторон, пусть будет даже так, да, с двух сторон. Потому что все мы знаем, что ислам – это мирная религия. Оно не только может сосуществовать в светском государстве, оно должно быть светское. Но вот это вот невежество, невежество умах, оно порождает вот эти проблемы, которые мы сейчас имеем. Вы правильно отметили, Кадыр, то, что возникла другая сторона экстремизма, да, светский экстремизм. То есть я замечаю негативное отношение к исламу в целом, не зная предмет разговора, люди отрицательно очень влияют на вот эти моменты, происходящие в нашем обществе со стороны представителей мусульманства. Но и со стороны мусульманства, я смотрю, обращая больше внимания на внешние какие-то атрибуты ислама, да, они отторгают некоторую часть нашего общества. То есть светскость, терпимость, проявление в них я не вижу. Это все происходит, я повторюсь, от невежества. Я считаю, не надо ждать, как мы привыкли, спонсорских поддержек наших доноров, да, не надо ждать государства, потому что государство делает все возможное, и оно делает это возможное правильно. То есть законы у нас хорошие, у нас все это есть и все это делается. Но ввиду там малого бюджета, возможно, да, оно не может донести до слоев везде. Я вот недавно был в Баткене, разговаривал с нашей молодежью, они меня одновременно и радуют, и пугают. Радуют, потому что они как бы, у них есть вот юношеский дух максимализма, но они не могут его реализовать правильно, правильно. Можно долго говорить, от чего это происходит, там, коррупция, нет, вот как бы момент роста, да, вот молодежь, некуда пойти. Постоянное заигрывание вот нашего общества с радикальными моментами, оно ни к чему хорошему не приведет. Мы должны четко определить, что мы хотим и в каком обществе мы должны жить. Время пришло, я думаю, молодежь, действительно, сейчас за ними охотятся люди разных, скажем так, деструктивных конфессий, они вкладываются в будущее, в нас. Эти ребята вырастут и через 10-20 лет, возможно, многие вещи они будут делать, и делать это будут они, учитывая свое мировоззрение. А будет ли это мировоззрение ихним правильным? Сейчас задача наша, и мы за это ответственны. Я считаю, сейчас необходимо, я вот посмотрел даже, еще раз возвращаясь к тем трагическим событиям, как была организована волонтеры, молодежь, она сама организовалась, стала помогать, нашли пищу, еду. То есть они не ждали поддержку извне, ни доноров, ни государства, а делали это сами. Я сейчас хочу сказать, что мы, и только мы сами ответственны, то, что происходит сейчас, и что мы оставим нашим потомкам. Как это не пафосно звучит, но на самом деле это так. Возможно, даже сейчас уже поздно, но сейчас нужно это делать, сейчас нужно объединяться, сейчас нужно, большая есть нехватка, например, образованных людей, образованных людей именно в религии. Это очень важно, это очень важно, и этим мы можем решить очень много проблем. Были затронуты очень важные вопросы, что на сегодняшний день, какова же роль ислама в светском государстве, и было очень много выделено, что необходимо продвижение как повышения религиозной грамотности, так и религиовической и светской грамотности у разных слоев населения и уже представителей религиозных организаций. Вы прекрасно знаете, что по данному вопросу ведется очень активная работа, она ведется во всех регионах нашей страны, ведется среди представителей государственной службы, ведется среди представителей религиозных организаций, среди простого населения, местного сообщества. И по этим направлениям сейчас я просто в качестве примера веду, как работает государство по воспитанию, повышению религиозной грамотности в школах. То есть начинают проводиться определенные семинары, вводится предмет «История религиозной культуры» или по-другому можно предложение «История мировых религий», чтобы наша молодежь была готова к основным понятиям знать, что такое религия, какие религии бывают, что такое религия, что такое радикальные какие-то взгляды. Это очень важное направление, по которому работают не только государственные органы, но и наши независимые эксперты. И на сегодняшний день, в частности, мы говорим про духовное управление мусульман Кыргызстана. Оно активно включено в эту работу. С одной стороны, они сами повышают свои знания касательно того, что мы живем в светском государстве, касательно наших традиционных для Кыргызстана и Центральной Азии ценностей ислама. Потому что на самом деле все, что многие очень различные взгляды, приходят нам извне. Хотя в Центральной Азии более тысячи лет присутствует ислам, и он активно развивался, дал толчок развитию и науки, и образования, и распространялся с нашего региона в другие части света. И очень сильно у нас была Бухарская школа, Самаркандская школа, где распространялся ханафитский масхаб, матрудийское верообуждение, которое относится очень гармонично к культурным и традиционным ценностям народов, живущих в данном регионе. А также оно не противопоставляет себя принципу светскости. И вот этот подход, я думаю, он на сегодняшний день уже закрепляется в сознании нашего общества. Вот мы проводили социологическое исследование, в котором говорится, мы сделали 1200 анкет, просто хотели посмотреть, как у нас люди относятся к религии. Оказывается, что себя считают мусульманами, может быть, культурно, по этнической принадлежности, может быть, являются практикующим, порядка 90%. Из них мы посмотрели, а на самом деле, сколько же практикующих мусульман? Порядка 30%. Это дает социологический опрос. Кыргызстан, силу своей открытости, оказывается, мы открыты, это хорошо, но оказывается, мы не всегда можем противостоять каким-то инфицированиям. Мы управляемы, мы большую роль играет неэффективное государство наше, которые, скажем так, те же выборы, да, высший представительный орган законодательный, да, это просто превращается в обман пиара, вот этого зомбирующего, вот этих обещаний, заведомо невыполнимых. Подкуп. И насаждение каких-то двойных стандартов, да, вот этой такой какой-то ложной морали, когда говорится одно, делает совсем другое. И, видя это, люди вооруженные очень мощной идеологической базой в виде ислама, который прежде всего взывает к справедливости абсолютной, не будет ли ислам у нас когда-нибудь политическим? Политические сегодняшние реалии показывают, что, как я уже говорил, уже начинается и идет глубокий кризис, да, системный кризис. Система прогнивает на самом деле, да, потому что это самым маркером чувствительности является само общество, сам народ, который реагирует, да, на те или иные процессы, которые происходят наверху, внизу, там, и так далее, да. Мы можем просто какие-то законы, какие-то формулировки, да, сделать так, чтобы они не соответствовали и не ущемляли права верующих ислама, допустим, и соответствовали интересам других конфессий. Разве в Библии или в Торе есть противоречие, допустим, не убей, да, помоги ближнему своему, возлюби Бога своего, да, твори благое. Это все нас объединяет, да. Разве в светских моральной системе ценностей она противоречит исламу? Одно и то же, понимаете. То есть смысл такой, что нам нужно смотреть также вперед, учитывая те глобальные угрозы, да, потому что угрозы на самом деле, они имеют характер против национального государства. Те же самые, например, экстремистские хирургические организации, они направлены на уничтожение национальных государств именно, да. Неолиберальные ценности, пришедшие оттуда, запада, как это, браки, однополые браки там и так далее, да, или философия потребления, да, она направлена на уничтожение семьи, общества и национального государства. То же самое. То есть здесь, я думаю, к чему я призываю? Открыт дискурс. То есть у нас должен быть открытый дискурс, понимаете. Дискурс не для того, чтобы друг друга обвинять, там, ярлыки клеить, а именно искать консенсус, да. Дискурс должен быть высокоинтеллектуальный, научный, политический в том числе, политически важно. Потому что не сегодня, а завтра все-таки мусульмане будут участвовать в политике, да. Но как они придут? Ну, необходимо это обсуждать, потому что у нас уже есть кто себя, ну, как бы называет мусульман, понимаете. И любая неправильная ошибка, да, это дискредитация ислама тоже, политического ислама, дискредитация. Поэтому здесь, и мне кажется, очень много вопросов для дискурса. Этот дискурс надо не бояться начинать. Пока не поздно начинать, формировать, объяснять, разъяснять, искать какой-то консенсус, да, среди элит. В последнее время, некоторые моменты, это было совсем недавно, например, люди, человек, например, да, который представляет некую группу, он как-то поднимал вопрос передачи, например, функции государства, такие как регистрация браков в Муфтият. Был такой вопрос, и он обсуждался вполне серьезно, да, сейчас он не прошел. Я просто вот, я вам потом объясню, к чему я это веду. Потом ставился такой вопрос, как-то был вопрос, почему это происходит, да, потому что молодежь, он не находит самореализации, он не находит справедливости в судах. Он идет куда? Он начинает, природа не терпит пустоты, он находит лидера, духовного лидера приходит, который помогает ему, старается решить его вопрос на своем уровне, да. Есть люди, которые собирают, например, стотысячный, десятитысячный или там еще больше людей, без подкупа, да, они приходят просто, чтобы его послушать, да. Это происходит от чего? От того, что люди не верят, например, лидерам партии пусть, например, да. И они находят опять кумиров других, альтернативные. Что будет, если через какое-то время эти же люди, например, будут уже выдвигать политические требования? Вот это мой вам ответ на вопрос. Если сейчас не остановить вот это все путем, опять же говорю, немножко образования, да, путем диалога, вполне может быть, что через 20 лет процессы будут необратимы. На сегодняшний день уже с 10-го года идет политический процесс. Этот политический процесс, он не может идти только в положительную сторону, всегда есть два шага вперед, один назад, всегда будут какие-то препятствия. И идет развитие, мы это видим. Конечно, есть и какие-то, может быть, проблемы, есть какие-то недостатки, но самое главное, что пока идет направление в правильном русле. Что растворит, мы говорим, светскость, да, религия, светскость. Сейчас этот вопрос у нас уже пока, какие-то очертания, контуры появились. Я еще раз говорю, что многие граждане предпочитают светскую модель Кыргызстана, в котором будет активно проводиться политика обеспечения свободы вероисповедания. Это, я думаю, хороший подход. А именно вот мы говорим, в наших условиях это единственный возможный, я думаю, подход. Потому что когда придет авторитаризм, тогда авторитарная власть будет выбирать, будут они использовать религию или они будут использовать светский подход. Поэтому сейчас то, что у нас идет, оно уже, я думаю, сформировано за счет влияния различных слоев населения, гражданского общества, позиции государства, религиозных организаций. Я думаю, в этом направлении будет продолжаться идти работа и развитие. Не, конечно, всегда будут у нас появляться какие-то проблемные вопросы касательно хиджабов, баннеров, касательно высказываний, вмешательства религиозных деятелей. Но мы видим, что, допустим, это было на парламентских выборах, на последних выборах местной Кенеши. Уже такого этого открытого, такой поддержки в политагитации мы не видели, потому что мы пытались это мониторить и смотреть. Но сейчас самое главное, чтобы наши граждане, будучи они христиане, мусульмане, атеистами, они четко придерживали поставленной позиции и в рамках этой позиции действовали. И тогда будут обеспечиваться права как религиозных деятелей, так и других граждан, которые, может быть, относятся к части светского населения или другой конфессии. Подведу небольшой приток нашему сегодняшнему обсуждению. Ислам и светскость. Все эти годы это была некая линия разделений. Хорошо, что мы стали понимать и приходим к общему согласию, что это должна стать точкой соприкосновения, точкой объединения. Как журналист, я внимательно мониторю все публикации всех наших значимых СМИ. Знаете, вот любой вопрос спорного, конфликтного характера, относящийся к религии, он неизбежно становится таким общенациональным дискурсом. Полемика порой длится неделями, месяцами. Примеров много. Это, например, тот же случай в Алабуке с непонятной, причудливой и печалящей историей с захоронением протестантки. Моментов, которые нас объединяют, конечно, гораздо больше. А если будут какие-то спорные моменты, давайте продолжать так же встречаться и открыто об этом говорить. Спасибо всем. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok